День без табака отмечается сегодня, так что если вы давно хотели бросить курить, то сегодня самый день. По всему миру и России не исключение, на государственном уровне принимаются меры по ограничению курения. Они существенно усложняют жизнь и продавцам табака, и его потребителям. Сигареты становятся все менее доступными по цене, да и купить их уже несколько лет можно далеко не повсеместно. Это помогает сдерживать прирост нового числа курильщиков, что уже хорошо. Судя по данным Минздрава, число курящих взрослых россиян снизилось до 32%. То есть сейчас в стране курит примерно каждый третий взрослый. Для дальнейшей борьбы с курением разработан ряд новых мер. И кроме того, продолжится рост ставки акцизов на табак, а значит и цены на сигареты. Так что если вы ярый курильщик, готовьтесь к новым ограничениям, а лучше бросайте польза и для кошелька, и для здоровья неоспоримая. Не всем это дается, но важно знать, что современная медицина в этом деле на вашей стороне. Обращение к доктору однозначно сделает процесс отказа от курения более спокойным и надежным. Тема мы продолжим с человеком, который знает об этой проблеме все. У нас в студии Евгения Крюковская, психиатр-нарколог, краевого наркологического диспансера. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вот людей до сих пор нужно еще убеждать в том, что курить вредно? Или уже в обществе достаточно понимания того, что курение это вредно для здоровья? Несомненно. Нужно продолжать информировать, нужно продолжать убеждать. Убеждаемся на собственном опыте. Люди, ожидая у нас в коридорах, например, очереди на водительскую комиссию, читают информационные стенды. И заходя в кабинет, первое, что говорят, почитали вашу информацию, задумались, действительно надо бросать. А вот бросают ли? Как эти меры сказываются на статистике? Больше, меньше? Действительно, люди отказываются от курения, либо сами это делают, либо приходят к нам, к специалистам. Ежедневно обращаются люди с этой проблемой к докторам и говорят о том, что все уже вокруг меня бросили, я не могу сам, поэтому пришел к вам. А может быть и начинают тогда курить реже, если такая политика ведется? Где-то реже начинают курить, но, к сожалению, мы видим, что часть населения переходит на другие формы потребления табака, к сожалению, оставаясь зависимы от никотина, но, по крайней мере, перестает использовать обычные сигареты. Евгения Витальевна, вот те запретительные и заградительные меры, которые принимают на государственном уровне по ограничению курения, они на кого больше действуют? На тех, кто уже курит и бросает? Или все-таки просто меньше появляется новых курильщиков? Вы знаете, я думаю, и все группы населения в той или иной степени реагируют на эти меры. И меньше вовлекается молодежь, но и также то, что создается все более сложные условия для курящих взрослых, то есть запреты курения на рабочем месте, в общественных местах. Люди приходят и говорят, стало неудобно курить, нужно уходить на 50 метров, я работаю на 15 этаже, нужно спускаться вниз, мне это неудобно, на работе я уже не курю, помогите еще не курить дома. А вот все-таки в чем проблема, что сдерживает статистику? Люди не хотят бросать курить или люди не могут бросить? Все-таки часть населения является такими упорными курильщиками, которые продолжают отрицать всю информацию, То есть идейные получаются? Идейные, да, которые курят все, курил, курю и буду курить. Вот есть часть такая, к сожалению, курильщиков. Ну а некоторые ходят по кругу, бросают, как говорят, я делал это сто раз, это несложно, но, к сожалению, возвращаются. Ну вот да, действительно, есть же те, кто курит достаточно долгое время, потом в одной части решают, все хочу бросить курить и бросает. А некоторые, вроде бы, как бы и такой срок у него, опыт курильщика не очень большой, но бросить он никак не может, он прикладывает силу, но не получается. А вот чем обусловлена такая разница? В том, что действительно курить, бросить достаточно сложно, нам понятно, в чем причина. Здесь действительно есть сильнейшая физическая зависимость. И для того, чтобы человек перестроился на состояние некурения, должен пройти большой период, перестройка мозга определенная происходит. И не все это выдерживают. Целый год происходят, так сказать, вот такие колебания в организме, может оживать тяга к табаку, снится яркие сновидения, когда человек курит. В каких-то ситуациях он привычно пытается, так сказать, что-то пережить при помощи сигареты. Кому-то действительно удается сразу, но это только 5% курильщиков могут бросить вот в один момент раз и навсегда. Остальных всех приглашаем за помощью в медицинском работе. А вот, знаете, говорят, курение – вредная привычка. Это просто привычка или это действительно серьезная зависимость? Нет, уже мы давно выяснили, что это заболевание. Зависимость – это заболевание, которое требует лечения. А вот бросать сразу – это правильно, да? То есть на корню искоренять эту привычку или как-то постепенно нужно сокращать? Для молодых курильщиков, у которых хорошее, так сказать, стабильное здоровье, рекомендуем как раз сразу. Так проще. У людей уже в возрасте, которые курят 30-40 лет, лучше под контролем врача, постепенно, под контролем артериального давления, с приемом медикаментов. Так будет более правильно. А в аптеке у нас еще множество всяких жвачек, которые помогают якобы бросить курить пластыри. Они действительно помогают? Доказана ли их эффективность и кто их должен назначать? Человек сам себе сам или все-таки специалист? К сожалению, вот приходят к нам люди, которые говорят, я пробовал и то, и это, да, это все ерунда, ничего не помогает. Это вот обычные последствия самолечения. Средства есть, они помогают, но когда они назначены врачом в определенной комбинации, в определенной последовательности, и пациент, рекомендации выполнив все, получит результат. То есть средства есть и они эффективны, но их должен назначить врач. А, кстати, чаще стали к врачам обращаться? Стали чаще обращаться. У нас есть в кабинете отказа от курения, где мы консультируем совершенно бесплатно, люди узнают об этом и приходят на консультации. А в основном приходят молодые или уже люди с таким серьезным стажем курения? Больше люди со стажем курения приходят. А вот приходит человек к врачу, а чем врач поможет? Вот есть какие-то методы, которые современные или все-таки по классике? Нет, мы уже только беседами не ограничиваемся. Назначаем современные препараты, которые с понятным механизмом действия, обоснованы, проверены, уже используются не один год, которые эффективно снимают тягу, влечение к табаку. И к ним дополнением обязательно назначаем стабилизаторы настроения, препараты, ограничивающие аппетит, потому что очень многие боятся поправиться, отказавшись от сигареты, набрать лишний вес. Мы это предупреждаем. Далее обучаем обычным методикам саморегуляции душевного состояния, таким как дыхательная гимнастика, механизмы саморелаксации. Также мы предлагаем процедуры и аппаратные методы используются, и, конечно же, психотерапия. А вот есть так называемые методы кодирования, насколько они эффективны, когда 3, 2, 1, просыпайся, ты больше не куришь? Слово «кодирование» уже само звучит как анахронизм, и мы никакие методы кодирования в лечении табачной зависимости не используем, а только проводим курс лечения, последовательный. Он длится не один день, это определенный процесс, около 2-2,5 месяцев нужно, чтобы, так сказать, пройти вот этот вот путь и стать действительно свободным. Так что никакие такие методы, вот именно какие-то уже устаревшие, мы не используем в своей практике. То есть они по большому счету неэффективны? Как сейчас мы считаем, что нет. А насколько дорого такое лечение? Цена, сумма денег, которую курильщик потратит на препараты, на процедуры, сопоставима с тем количеством средств, которые он тратит на курение за этот период времени. То есть вполне доступная сумма, большая часть это оплачивается в аптеке, консультации, еще раз повторюсь, бесплатные. От чего зависит успешность, что вот прошел курс человек, что-то он вновь опять не закурит? От того целиком и полностью, и в первую очередь, от его настроя. Насколько действительно курильщик хочет отказаться, не занимается игрой с самим собой, да, не да, но, а действительно хочет отказаться, если действительно настрой есть, то мы полностью поможем, и цель будет достигнута. Евгения Витальевна, а так куда идти-то за помощью? В нашем городе это два адреса, Постышево 13, Запарина 87, по этим адресам находится подразделение нашей краевой клинической психиатрической больницы, где есть кабинеты отказа от курения. С 8 часов до 17 каждый будний день, с 8 утра до 2 часов в субботу врач всегда примет пациента и даст рекомендации по отказу от курения. И напомним еще раз, что консультация абсолютно бесплатная. Абсолютно бесплатная. Спасибо большое. Мы поздравляем, кстати говоря, вас с праздником, с днем отказа от курения, от табака и с днем рождения Хабаровска. Тоже поздравляем. А всем говорим, не курите. А у нас в гостях была Евгения Крюковская, психиатр-нарколог, краевой наркологического диспансера.